У Гомеля прошла встреча керавников медицинских установ и Галинового профсоюза с молодыми специалистами. Ей задача, допомога недавним выпускникам ВНУ, почать самостоянную профессиональную деятельность, а так само вырешить максимальные проблемы, которые возникают в этот период. На встрече побывали и наши корреспонденты. В этом году на работу во установе охоты здоровья Гомеля пришли 230 молодых специалистов, из которых больше, чем 100 человек – урачи. Городская медицина сегодня в уголе, укомплектованная практически всеми необходимыми специалистами, в том, как и так званых вузских специальностях. И такая личба – каждый третий урач, который работает на территории в области, оказывая послуги во установах Гомеля. Для молодых специалистов первые месяцы работы – это махчимость не только познайомиться с коллективом, а и оценить правильность выбора профессии. Меня очень ждали на месте, был дефицит кадров именно в том месте, куда я пришла. Так что меня встретили очень тепло, я очень рада тому, что я работаю именно вот в этом коллективе. Я поняла, что я выбрала именно ту специальность, которая близка моему сердцу, которая приносит мне удовольствие. У первой месяце работы до молодых специалистов традиционная повышенная увага, причем тычется это как распоусюдживание такой зъявы, как наставництва, так и материальной подтримки. В 2018 году областный Галиновый профсоюз заключил погоднение в супрацовнестве с Головным управлением охоты здоровья. Значная увага в этом документе молодым специалистам, плюс постоянный мониторинг ситуации с боку прав КАМАУ. Областной комитет занимается всем и жилищными вопросами, и заработной платой. Нами подготовлены прямые линии для молодых специалистов. Август-сентябрь мы проводим анкетирование по проблемным вопросам. В общем-то, в основном таких больших проблем то и нет с молодыми специалистами. Свой працовный шлях сучасные молодые специалисты распочинают в неком сенсии переломный час, спочинают от оснащения установ сучасным медицинским обсталяванием и, как следствие, укоренением новых технологий. По-новому будут працавать и медики в поликлиниках. Тые же электронные рецепты хоть пакуль не отрымали в массовом распоусюдживании, але экспериментом их лечить уже нельзя. А про то, заместо участковых урачов обслуговывать пациентам, теперь будут урачи агульной практики. Это совсем меньше профессийный узровень и больше высокая якость послуг. В предыдущие периоды у нас нацеленность была на то, что пациент сам знает, к какому ему узкому специалисту необходимо обратиться при том или ином состоянии. На сегодняшний день мы видим, что это порой бывает не совсем верно. И поэтому основное направление, основной прицел – это то, чтобы врач определял, какого специалиста узкого необходима для того, чтобы пациенту в кратчайшие сроки оказать квалифицированную помощь.